Выборы лидеров школ и организация деятельности органов ученического самоуправления является основой для формирования у школьников активной гражданской позиции и ответственного участия в жизни нашего общества. Прошли выборы и в Славянском районе. Наша съемочная группа побывала в пятой и шестой школах. Предвыборная кампания в пятой средней школе началась за месяц до дня выборов. Кандидаты представили программы, в которых постарались ответить на запросы учащихся по активизации школьной жизни. В случае избрания работа предстояла серьезная, но это не пугало кандидатов. Я составила программу, которая сможет обеспечить нашей школе активную жизнь. В нее входит также осенний бал, который я хочу внести как традицию ежегодную. Также я хочу создать клуб для самых активных, это будет КВН, чтобы были соревнования между школами. Также я буду делать коробку для вопросов и пожеланий для улучшения школы. К выборам здесь подготовились отлично. Есть кабинки для голосования, избирательные бюллетени и специальные урны для них. Члены избирательной комиссии получили всю необходимую информацию для проведения выборов. Все вполне всерьез и по-взрослому. Кандидаты, которые претендуют на должность президента, вывешивают свои плакаты на вот этой стене. Буквально на прошлой неделе они ходили по классам, рассказывали о себе. У нас была агитация, не было дебатов. И сегодня настал день выборов. После выборов, конечно, победивший кандидат тоже придет по классам и представит себя уже как президента. Каждый избиратель получил возможность сделать правильный выбор. И ребята воспользовались этой возможностью. В этом году у нас проходит ежегодный выбор президента школы. Это уже проходит не первый год. Я в этом принимаю активное участие с шестого класса. Каждый раз, когда вывешивают сами плакаты с кандидатами на любой пост, я ознакомлюсь с их программами, оцениваю, у кого она какая, у кого лучше, и выбираю самого лучшего кандидата на должность президента. В этом году я надеюсь, что у нас будет самый хороший президент, он будет ответственный, добрый. По итогам прошедших выборов президентом школьного самоуправления пятой школы выбрана София Курячия. В шестой школе соперничество за место лидера школьного самоуправления было еще более серьезное. Пятеро ребят стали кандидатами, претендуя на нелегкую и очень ответственную деятельность. Здесь, как и в других школах, были оформлены информационные стенды, на которых располагался предвыборный материал с программами кандидатов. Мне интересна общественная работа, интересно работать с ребятами. Первым делом я хочу вести кружок НВП, то есть начальной военной подготовки, чего у нас в школе нет, чтобы мы могли готовиться к разным соревнованиям, бегать, разбирать, собирать автоматы. Такие же программы вести, как КВН, что, где, когда. Ну, когда-то они были у нас в школе, уже их нету, к сожалению. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко познакомился с организацией выборов в школе. Выборы здесь действительно проходили очень четко. Организация на высоком уровне. Мы каждый год слушаем агитацию от каждого кандидата и в конце выбираем с помощью подсчета голосов, смотрим, чтобы каждый проголосовал, чтобы каждый был услышан. Делаем подсчет и выбираем, на самом деле, лучшего лидера нашей школы. Ребята смогли сделать свой выбор. Лидером школьного самоуправления стал Станислав Захаров. Его кандидатура была наиболее привлекательной для школьников. Ему предстоит развивать самоуправление, стать инициатором интересных мероприятий, словом, привнести свежие идеи и организовать добрые дела. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».